Друзья, сегодня в ранний доступ вышел Warhammer Underworlds Online. Мы не то чтобы очень сильно ждали, но тем не менее интерес сохранялся. И я уже игру попробовал, и у меня двойственные впечатления. Я не знаю на что я рассчитывал, но тем не менее расскажу, что я увидел. Во-первых, игра еще сырая, и это заметно. Например, при первом запуске у меня не было никаких звуков. Иногда что-то там проскакивал, но совершенно случайно. Я подумал, совсем все плохо. Но потом запустил игру второй раз, и звуки работали нормально. То есть, как повезет, кот еще сырой. Во-вторых, это, конечно, дружелюбие к пользователю. И не только на уровне интерфейса, но и на уровне идеологии. Если ты не знаешь, что такое Warhammer Underworlds, и пришел поиграть, то ты будешь такой... Чего? Че делать? Потому что никакого пока режима обучения в игре нет. Ты просто можешь запускать либо ранкет манчи, либо кэжуал манчи, либо играть с ботом. То есть, нет, ладно, формально режим туториала есть, но он именно формальный. Это худший вариант туториала в принципе. Потому что, чтобы смотреть такие туториалы, тебе реально нужно прям вот жаждать разобраться в игре. Сидеть, вчитываться во все эти всплывающие окна. Сейчас уже много отличных примеров, когда ты уже сразу начинаешь играть, и тебя в ходе этой игры, собственно, обучают. Подводя постепенно ко всем элементам игры, ко всем ее механикам. Здесь же просто формальный туториал. И везде ты, да, ты можешь просто там кликать кнопку дальше, 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 но все равно будет что-то происходить. Ты будешь сидеть, что это за кубики, что они означают, вот эти вот действия, эти карты, что... То есть, никакой базы именно идеологической, которая могла бы для новичка игру сделать понятной, прозрачной, пока нет. Но, тем не менее, сейчас это именно такой электронный Вархаммер Андервелл для тех, кто уже играл в настолку. И это очень плохо, потому что, собственно, какой смысл в этой игре, если она не захватывает новую аудиторию. Ну и по поводу интерфейса, это, конечно, боль. Такое ощущение, как будто я вернулся там где-то в середину двухтысячных, когда визарды пытаются свои карточки магии вывести в онлайн. И, как бы, есть интерфейс человеческий при игре в настолку, да, там все достаточно просто. Вроде есть правила, вроде есть конкретные фазы, но между людьми, если они не тупят, все происходит достаточно гладко. А в компьютерных играх они считали, что, ну, вот не получится так же сделать, потому что, как бы, вот много всяких правил, их нужно отобразить. То есть, там вот идет фаза, там ты должен спасать, туда-сюда. Но вышел Hearthstone и показал, что можно, можно сделать человеческий интерфейс для карточной игры. И только посмотрев на это, визарда смогли сделать арену с человеческим интерфейсом. И вот на эти же грабли наступают разработчики Вархаммер Андреус. Потому что они просто в тупую переносят те самые формальные фазы хода и все действия на компьютерную игру, никак не облегчая интерфейс. То есть, ты сидишь и вот нажимаешь там скип, там каждое вот действие подтверждаешь, там. Это все не нужно компьютерной игре, она должна быть проще, понятней. При этом Hearthstone и Arena уже показали, что можно подойти к интерфейсу по-другому. И не закапываться вот в этот вот формализм этих фаз, этих пассов, как делал в свое время МТГ онлайн. А как-то все это так повернуть, чтобы это было вот так же, как, собственно, в настолке. Потому что в настолке, естественно, никто не проговаривает кучу этих вещей, кучу этих фаз, которые, ну, просто сами пропускаются. Они в данный момент не нужны. Там в картах магии, если нет никаких эффектов, ничего, например, ты там карту подровил, там, да, пропустил фазу, ты знаешь, что ничего не будет происходить, просто повернул карты, там, в атаку пошли. Все, всем все понятно. И вот так же работает сейчас Arena. Но пока не Warhammer Underworlds Online. Он прямо вот цепляется за все эти формалистские штучки. И это, конечно, крайне тяжело. При этом многие решения, которые они выбрали, там, например, как расставлять солдатиков своих. Ты, типа, берешь карту, перетаскиваешь ее на конкретный тайл на поле. И это тоже как-то выглядит тупо и несколько неудобно. И даже я отлично знаю, что где, когда происходит по ходу хода, все равно периодически путаюсь, пропуская какие-то фазы, там, не тогда сбросил, ну, вернее, когда нужно было сбросить. Я не сбросил, потом уже, естественно, в компьютерной игре ты не можешь, как в настолке, типа, ну, я там сбросил. Нет, ты уже пропустил эту фазу. И, скорее всего, это ничего не поменяет, потому что там реально нужна огромная работа, если они уже выкатили в ранний доступ. Вот так вот. И вряд ли... Ну, то есть, вот то, о чем я сейчас говорю, для меня очень понятно. Возможно, вам отлично понятно, если вы, как бы, видели то, о чем я говорю. Ну, там, МТГ-арена, МТГ-онлайн. И какая между ними разница по интерфейсу. Но вот это понимание, оно у нас есть, а у разработчиков, судя по всему, нет. И им неоткуда его взять. Ну, то есть, вряд ли найдется какой-то человек, который прибежит к ним и скажет, ребята, то, что вы по интерфейсу сделали, это просто жесть. Ну, срочно исправлять и как-то это делать более человечески. Скорее всего, если вообще это будет как-то популярно, в какой-то момент какой-нибудь опять условный Близзард сделает нормально, покажет нормальный интерфейс, и тогда, как бы, разработчики скажут, ааа, вот как можно было. Но это реально вот, когда вышел МТГ-онлайн, и Hearthstone, это много лет прошло между ними. Здесь опять хочется привести пример той же Apple с айфонами, айпадами, потому что, как бы, такие форм-факторы были до этого. Были и планшетные компьютеры, и телефон тоже, как бы, с интерфейсом вроде как безкнопочным, но только в Apple смогли придумать интерфейс такой, который, как бы, был естественный для человека. Помните, там, вот это вот увеличение просто двумя пальцами фотографии, это же был, типа, чего? Свайпы все вот эти вот. До этого все было криво. Кто пользовался КПК, мини-компьютерами карманными, да, там, стилусы, там, тыкаешь, как идиот. Совершенно был дебильный интерфейс, неудобный. А Apple взяли, сделали по-человечески и перевернули всю индустрию. И вот в таком же стиле нужно поступить разработчикам Warhammer Underworlds Online, потому что сейчас это, ну, очень вот криво, криво по-человечески. Да, через несколько партий ты, в принципе, к этому привыкаешь, потому что человек, вот такое вот животное, привыкает ко всему, в принципе-то. Но здесь, опять же, я скорее могу говорить только за себя и за тех людей, которые играли в настольный вариант. Потому что, когда ты знаешь, как все происходит, ты можешь с этим интерфейсом сосуществовать. Но вот если ты пришел со стороны и все вот это вот нагромождение фаз-ходов, как в этом разобраться, не имея там бумажных правил, ни разу не видев, как это играется, я даже не представляю себе. И это очень важный момент, потому что если придут новые люди, не разберутся, сделают рефанд, то, как бы, главная суть игры собирать новую аудиторию, она пропадет в туне. И опять же, во время партии все несколько неочевидно, потому что вроде как там кто-то куда-то прибежал, что-то там бьет, какие-то кубики кидается, но все эти параметры непонятно откуда берутся. И опять же, например, у тебя на твоем парне висят какие-то апгрейды, какие-то эффекты. И вот визуально все это очень безграмотно показано, потому что ты должен буквально по мгновению мышки навел, у тебя сразу там выскакивает, кто это, сразу какие на нем эффекты, что от этого будет. Сейчас этого нет, и это очень плохо, потому что в настольной игре это прям очевидно, да, вот карты лежат, вот одна за другой лежит, вот апгрейд, все понятно. Здесь, к сожалению, пока этого нет. И как бы хорошо сейчас там банды, которые были еще в самом первом сезоне, я все про них знаю, как они работают знаю, и понимаю, что происходит. Но вот выйдет какая-то новая банда, с которой я плохо знаком. И как бы я уже начну теряться, мне придется там все тыкать, каждый конкретно изучает, что вообще происходит. К сожалению, вот разработчики, они именно формально перенесли игру. Это самый худший, на мой взгляд, вариант, потому что нужна была адаптация под компьютер, под другой интерфейс. Не руки вот у людей и глаза, а компьютерный монитор, мышка и клавиатура. Это все-таки абсолютно другая среда. И они, к сожалению, с этим не справились. Нет адаптации. Есть только формальный перенос. То есть просто как бы они такие, вот есть правила игры, вот их нужно перенести на компьютер. Окей, программисты такие, чик-чик-чик, вот типа то же самое. МТГ онлайн так не сработало. Нужен был Hearthstone, чтобы показать, как нужно. Так что ждем Hearthstone, либо может быть как-то они все-таки окстятся, какая-то обратная связь пойдет к разработчикам от игроков. Но я на это мало надеюсь, потому что реально, как бы это вот мне сейчас легко говорить, что вот так неправильно. Но по факту я не знаю решения, как сделать, чтобы это был человеческий интерфейс. И я уверен, что разработчики тоже этого не знают. Это серьезная работа. И, судя по всему, они к ней не готовы. И более того, у них не стояла такой задачи. То есть как бы заказчики, у них вот не было в ТЗ, что ребята, сделайте нашу вот эту игру, чтобы она хорошо игралась на компьютер. А представляете, если, скорее всего, это будет принесено там на iPad'ики, на какие-то, да, там еще требовательнее все, потому что там вообще ты просто пальцем управляешь. Но в любом случае, пожелаем разработчикам удачи, потому что, в принципе, Warhammer Underworlds игра интересная. Пока непонятно, как у них будет с монетизацией. Пока просто 700 рублей я заплатил, вот за как бы первый сезон получается, да. Да, у меня там есть 5 банд, у меня есть карта, я могу как-то колоды собирать. Но как будет водиться дальше, в принципе, все. Здесь, конечно, появляются все плюсы компьютерной игры. Например, чтобы докупать аддоны, мне нужно сделать, ну там просто деньги пихнуть. Все, у меня сразу все добавляется, у меня появляется новая банда, ее не нужно собирать, красить. Просто там карты какие нужно взял, и не занимает там полку ничего. И ждать не нужно там смотреть, если в магазинах все это сразу как бы попадает ко мне, я могу уже сразу играть. Ну, естественно, минус в том, что я ничем физически не владею, это просто нули и единицы. Ну и судя по тому, что они не заморачивались, приводя игру в компьютер, то, скорее всего, и схематизация у них будет такая же, как и у Носталки. Просто ты будешь докупать различные банды отдельно за отдельные деньги, и все. Но это в том случае, если в принципе она как-то стартанет. Пока, как бы, все это дико со скрипом, я реально не представляю, человек, который не играл никогда в эту игру, как он будет в это играть. Слых поставил! И подвышись! Субтитры сделал DimaTorzok